17 марта этого года состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по охране здоровья в российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава. В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители и ведущие специалисты кардиоцентра, представители Минпромторга России и производители медицинских изделий. Открывая заседание, председатель Комитета Сергей Фургал отметил значимость совместного заседания с участием ведущих специалистов кардиоцентра России в вопросе совершенствования системы оказания медицинской помощи населению Российской Федерации, в том числе и в законодательной сфере. Член-корреспондент РАН Ирина Чазова в своем выступлении обратила особое внимание на проблему внезапной смерти, констатировав, что несмотря на некоторое снижение показателей смертности населения России от сердечно-сосудистых заболеваний, эти показатели в 2-3 раза выше, чем в Европе и Америке. Директор НИИ экспериментальной кардиологии профессор Сергей Терещенко подчеркнул важность решения вопроса об оборудовании общественных мест в России автоматическими наружными дефибрилляторами, так как ни одно лекарственное средство при внезапной остановке сердца не дает такого результата, как успешная дефибрилляция. Выездное заседание профильного комитета Госдумы было инициировано кардиоцентром, а важность основного вопроса повестки дня о необходимости установки кардиодефибрилляторов в местах скопления большого количества людей обосновал также пресс-секретарь кардиоцентра Константин Иванов. Ну, например, такие места, как аэропорты, железнодорожные вокзалы или спортивные стадионы. Я думаю, что не стоит всем напоминать, какое количество бед случилось, скажем, с нашими спортсменами, это были и наши биатлонисты, это была наша теннисистка и наш хоккеист, которые пострадали лишь по той причине, что в самый нужный момент, в те, бывает, 5-10 минут, когда необходима помощь, у нас под рукой не оказалось и дефибриллятора. Я хочу вам напомнить, что в развитых странах, например, в Соединенных Штатах Америки, в аэропорту Нью-Йорка, Кеннеди, там порядка 70 дефибрилляторов. В, например, Сингапуре на каждой ветке метро существует свой дефибриллятор. Что такое вообще понятие дефибриллятор? Все предельно просто. Это, в общем-то, два электрода, которые могут в какой-то момент спасти вашу или мою жизнь. Крайне приятно то, что наше руководство в лице Ирины Евгеньевой Чазовой и Терещенко Сергея Николаевича, и, безусловно, руководство Государственной Думы поддержали этот законный проект, и хочется верить, что через 30 дней его примут. Более того, мы сегодня активно посмотрели и освещена была тема вообще, в принципе, дефибрилляции. И крайне важно то, что как раз люди из Государственной Думы, они с пристальным вниманием, скрупулезно смотрели, как это работает и какие существуют методики на данный момент. Самое интересное, что самые современные компании, в частности и наша компания, сумели сделать уже такие дефибрилляторы, которые действительно безопасны, которые самостоятельно вам подскажут, когда нужно нажимать на кнопку или когда этого не стоит делать вовсе. Поэтому, в принципе, хочется верить, что в нашей стране мы будем не только хаять медицину, но её и поднимать. И если этот законный проект примут и нас поддержит Минздрав, то через какое-то время, я думаю, что впервые это поется в Шереметьево, мы увидим по-настоящему работающие дефибрилляторы. А вот следующим шагом будет проблема обучить не только медперсонал, а, возможно, и обывателей, как пользоваться этими приборами, чтобы в какой-то момент, когда вы увидели человека, который упал, не вытаращивать глаза и не знать, как себя вести, а спокойно взять в руки дефибриллятор, как учили в школе, и помочь в данный момент этому человеку. Потому что это самое важное, и надо понимать, что нет ничего важнее нашей жизни. Спасибо большое.